Здравствуйте, коллеги! Сегодня в гостях у нас Кирилл Балашов. Это мой бывший студент, ныне партнер, успешный криптотрейдер, ну и очень хороший человек. Сегодня с вами и с ним, в общем-то, обсудим тему доминации биткоина, как капитал перетекает из битка в альту и наоборот. Вообще, в принципе, рассмотрим тему перетекания капитала в крипте, поскольку, насколько я понимаю, Кирилл, поправь меня, если я не прав, она немножко отличается от того, как это происходит на фонде. Да, ну, отличается, да. С чего начну? Так, ну давайте, во-первых, спасибо, Артем, что позвал, приветствую всех на этом канале. И давайте начнем с того, что скажем, что постоянно капиталы на любом рынке, они перетекают из одной сферы в другую. То есть, неважно, что это за рынок, это крипта, это фонда и так далее. То есть, если вы следите активно за рынком, после того, как S&P начал отрастать, то капиталы перетекали по-разному. То есть, сначала в, например, Apple, ну, то есть, IT сначала рос, потом начали перетекать в реальный сектор и так далее. То есть, перетекание капитала есть везде. Но в чем отличие с криптой? Во-первых, в том, что у нас здесь есть только две сферы. Если в фонде их много, то в крипте их всего две. То есть, это альткоины и, ну, то есть, если вот так вот объединить, это альткоины и биткоин. И капитал перетекает из альткоина в биткоин, из биткоина в альткоина. И вот такая вот циркуляция постоянно и происходит. И для того, чтобы вам наглядно показать вообще, что это так и есть, а не просто на словах, давайте откроем индекс альтсезона. Я вам расскажу немножечко, что это такое, как он считается. Индекс альтсезона не показывает рост к доллару, он именно показывает перетекание капитала. То есть, это показывает, как альткоины реагируют по отношению к биткоину. Так, подожди, давай вначале мы с тобой определимся, что у нас с тобой, получается, на крипте есть два типа активов. Это биток и альткоины, то есть, все остальное, грубо говоря. Да, все так. Есть еще некоторые подтипы еще, всевозможные децентрализованные биржи, экосистемы и так далее, но они все равно двигаются в рамках альтсезона либо сезона биткоинов, уже внутри вот этих рамок еще и дополнительно группы тоже ходят. Но для упрощения мы не будем их отдельно исключать из этого всего и просто будем называть альткоины. Поэтому давай упростим и скажем, что есть активы биткоина и альткоины. И есть периоды, когда растет именно биткоин, а когда альткоины. Я вижу график. Здесь вижу две линии, получается, альтсезон и биткоинсезон. Что это такое? Да, смотрите. Значит, этот ресурс показывает у нас индекс альтсезонов. То есть, на него сейчас все смотрят. То есть, это самый основной индикатор, на который все инвесторы в мире, или трейдеры и всевозможные. Все, кто инвестирует в криптовалюту, они все с ним считаются. Поэтому это не просто какой-то график от балды. Это действительно то, с чем считаются. Теперь давайте расскажу вообще, что это такое, что он означает. Если у нас есть какое-то значение. Во-первых, это график и есть конкретные числовые значения. То есть, помесячный индекс, индекс альтсезона в целом и годовой индекс. Как он считается? Если у нас берется вообще топ-50 альткоинов по капитализации и смотрится, какое количество из этих альткоинов за последние 90 дней по отношению к биткоину выросли. Не по отношению к доллару, а именно к биткоину. И если у нас, например, индекс 6, это значит, что у нас 6% активов и 150 за этот месяц по отношению к биткоину выросли. То есть, получается, сейчас у нас капитал именно в биткоине находится. Вот поэтому теперь, так как мы разобрались, что это пример такое. Извини, я тебя перебью. Просто хочется мне немножечко понять. Вот смотри, вот как это работает, например, в том же самом фондовом рынке. Вот возьмем S&P 500, ты стал немножко на эту тему говорить. Хочется дополнить. Вот смотри, например, шлепнулся весь фондовый рынок Соединенных Штатов. Вначале выросли IT. Ну, после того, как стали все отрастать. Да, после того, как выросла IT, оно стало слишком перегретым. И поэтому инвесторы туда перестали заходить, стали заходить в биотехнологии, в фарму и так далее. Отросла фарма. И, в общем, вот так вот, грубо говоря, по цепочке потихонечку каждый сектор отрастал. И в конечном итоге стали отрастать компании, которые, в общем-то, наладан дышали даже еще до кризиса, да, и до вот этой пандемии и так далее. В крипте, как это происходит? В крипте, насколько я понимаю, падает биткоин, растет альта? Или, например, вырастает биткоин, биткоин стоит на месте, потом вырастает альта? Какие здесь есть, если это можно назвать паттерны или закономерности, как вообще тут капитал действует? Так, да, хороший вопрос. На самом деле, ты чуть-чуть забежал вперед, но давай остановимся, действительно. Смотри, так как у нас вообще фундаментальная разница рынка альткоинов, ну, вернее, рынка крипты и традиционными рынками, в том числе и фонды, что у нас есть одна только торговая пара, да? Мы торгуем все к доллару. Так вот, именно в рынке крипты, я не знаю, может быть, подскажешь, я просто не знаю других рынков, где бы торговалась в какой-то другой паре. То есть у нас рынок крипты торгуется, в том числе и к биткоину. И это как раз создает очень значительные отличия, да? То есть вот эти вот отличия создаются как раз вот этим вот моментом. И поэтому, если у нас все падает, у нас упадет, скорее всего, все, если мы говорим про фонду. На крипте не обязательно. То есть, если, допустим, у нас перетекает капитал из биткоина в альту, и биток очень сильно падает, то альта может стоять на месте, потому что туда перетекают активы. И ты правильно заметил, что основная механика перетекания капиталов строится на том, что инвесторы получают прибыль от каких-то активов, куда они проинвестировали. И, естественно, они хотят ее зафиксировать и, скажем так, передислоцировать свои капиталы для того, чтобы из перегретых активов перейти в более, скажем так, перспективные. Это основная механика вообще перетекания капиталов. Вот поэтому в этом плане крипта то же самое. То есть, смотри, здесь, грубо говоря, вырастает биток до каких-то значений, да? Он становится, откровенно говоря, перегрет. Ну, вот как сейчас мы с тобой записываем 60, по-моему, 3 или 62 стоит биток. Ну, достаточно перегрет. Да, да, да. Почти на исторических хаях. И, естественно, вот в этот момент кто-то обязательно будет фиксироваться, кто заходил, например, от 30-ки. Я, например, заходил от 30-ки чуть-чуть, могу зафиксироваться, хотя фиксироваться не буду, но тем не менее. И вот чтобы эти деньги не держать, грубо говоря, в баксах, да, в токенах бакса, я, соответственно, их перекладываю в альту, которая еще не стрельнула. Я правильно понимаю? Да, это основная причина. И есть еще одна. Давай тогда сейчас закончим как раз с альтизоном, индексом, перейдем на графики, чтобы наглядно посмотреть. То есть, для чего я открыл вообще? Чтобы люди увидели, что у нас постоянно происходит волнообразное перетекание капиталов. То есть, мы видим, у нас 100% практически альткоинов в биткоин растет. Да, вот есть период. Обычно он длится около трех месяцев такой период. Потом перетекает опять капитал в биткоин. Потом из биткоина опять в альткоина, в биткоин, альткоин и так далее. То есть, каждый раз мы видим, что у нас постоянные такие горки, постоянное перетекание капитала происходит. То есть, это достаточно неоднородная структура. То есть это важно понимать, поэтому я наглядно хотел показать. Теперь, что касается твоего вопроса. Добавляем, еще давай немножечко вернемся к предыдущему графику и индикатору. Вот у тебя, если этот индикатор, ну вот по-глупому, да, скажем, если этот индикатор находится в нижней границе от 0 до 25, что это значит? Если у нас индикатор сейчас находится на 10%, ну там на 8, например, да, или на 10, это значит, что всего 10% активов из 150 альткоинов выросли за последние 90 дней по отношению к биткоину. Это значит, что за последние 90 дней капитал перетек из почти всех альткоинов в биткоин. И, соответственно, мы предполагаем, что альта будет стоять на месте либо падать, и в то же самое время биток будет наращивать свой капитал, ну, грубо говоря. Ну, скорее мы предполагаем, что наоборот сейчас начнется перетекание капитала уже обратно в альту, потому что 90 дней капитал перетекал обратно. И так как у нас постоянно вот эта структура меняется, мы как раз скорее прогнозировать будем, что этот капитал перетечет обратно в альту. Ну, то есть это что-то вроде, знаешь, перекупленность-перепроданность, если можно так сказать. Ну, что-то, что-то вроде того. Да, очень близко. Так, давай теперь по поводу как раз того, что, как действуют капиталы, и насколько дорого им покупать или недорого, да, касаемо того, что этот вопрос не закончили. Давай возьмем уже прошлый график, когда у нас был дикий рост биткоина октябрь, ноябрь, декабрь, да, до начала, ну, в 21 году, когда у нас биток там вырос с 10 тысяч до 60. Что у нас происходило? Давай разбираться прямо подробно. Во-первых, каждый из вас, я призываю вас взять, открыть вот этот график альткоина. Я думаю, что мы ссылку оставим в описании. И прямо на графике посмотреть, как двигаются эти активы на графике. Вот сравнить с биткоином, наложить, может быть, эти графики, потому что это очень интересно. И не всегда они однозначны, потому что он показывает именно к биткоину, а не к доллару. Потому что есть еще и даунтренд даже у нас. Вот, поэтому смотрите, 10 тысяч долларов у нас биткоин, и начинается рост. Вот в этот момент у нас вся, все активы, ну, то есть, давайте начнем раньше. Вот у нас был мартовское падение ковидное, когда у нас упало все, в том числе и крипта. Вот именно по крипте у нас откупали в основном альту. Альта выросла намного сильнее, чем биткоин, по индексу можете посмотреть. И в момент, когда у нас биткоин начал уже дико расти, это был примерно сентябрь-октябрь, вот в этот момент у нас активы как раз из альткоинов начали перетекать обратно в биткоин. И начался дикий рост биткоина. Вот это все, это бенефициар биткоина, основные держатели заработали именно в биткоине, потому что альткоины практически все стояли вот этот весь период времени. И уже в момент, когда он вырос в три раза, уже стал 30 тысяч, да, мы видим, что если смотреть по объемам, то примерно там вот с этой, начиная вот с этой вот коррекции, у нас биткоин уже рост на снижающихся объемах. То есть тут уже, скажем так, интерес уже заканчивался как таковой. И вот в этот момент, как раз уже начиная с января вот этого года, уже дико начали стрелять альты, и капитал начал перерастать именно в альткоины. И если биткоин показал там рост в сколько там, с 10 до 4х, x4, то много альта, например, как BNB, они там больше, чем x10 все, ну там выросли очень много. Очень много альта. И вот так это работает. То есть когда у нас в этот момент инвесторы понимают, что биткоин стал очень дорогим, и потенциал роста заканчивается, а альта при этом сильно не выросла, то имеет смысл свой капитал или часть капитала уже начать передислоцировать в альткоины, потому что у них потенциал роста гораздо больше. И вот это один момент. Если это по поводу того, как механика... Ну с механикой понятно. Но почему так происходит? Интересно. Почему бы инвесторам большинству не покупать одновременно тот же самый биток и альту? А, ты имеешь в виду и одновременно все это делать? Да, как на фонде. Ну смотри, на фонде же так же происходит. То есть сначала покупаются более интересные какие-то активы. То есть вот, ну, опять вернемся к марту нашего года. Когда все упало, что покупали в первую очередь инвесторы? Они покупали альту. То есть почему они это делали, мы можем только догадываться. Скорее всего, они считали, что это более перспективная вещь. И в первую очередь купали альту. Биткоин стоял, ну, вернее, отставал. И началось передислоцирование капитала обратно в биткоин. Биткоин начал расти, прибегают хомяки и так далее, и начинают еще больше разгонять цену. Естественно, когда все дико растет, желающих продавать не так много. И он еще больше разгоняется. Он сильно вырос, а альта стоит. Нужно передислоцировать свои опять капиталы. То есть, ну, в фонде же то же самое. Фанк выкупили весь, он на хаях. Не очень хочется его дальше покупать, а зафиксировать все желающие есть. А вот фарма, например, отставал. Начали передислоцировать фарм. То же самое. То есть механика та же самая абсолютно. Можно ли заранее как-то предсказать рост, например, альты или битка? Да, вот за это я люблю рынок, рынок крипты. Потому что если вы не успели на электричку биткоина, то дальше сапсан придет с альткоинами. И на самом деле, вот я еще один фактор расскажу сейчас, которого нет как раз на фонде, на рынке, который тоже достаточно важен. Из-за того, что на рынке крипты очень много частного капитала и, как следствие, глупых денег, то очень много маржинальщиков в рынке. И в тот момент, когда вы захотите зафиксировать свои прибыли, то есть, естественно, если вы смотрите на капитализацию в 2 триллиона долларов, ну, там, 1,5 триллиона долларов биткоина, нужно понимать, что это не значит, что каждый получит, когда продаст, 1,5 триллиона долларов. То есть, это не так работает. Там достаточно, там, не знаю, пару миллиардов влить в рынок, рынком и просто опустить цену, там, я не знаю, на 30%. И поэтому, если просто брать и начать фиксировать вот эти все позиции по биткоину, крупным капиталам, то дальше полетят стопы, полетят маржинколы, потому что очень много маржинальщиков, из-за того, что много толпы и много частных капиталов. И это все начинает очень быстро схлопываться. Поэтому для того, чтобы грамотно крупным капиталом дислоцироваться, им нужно выходить не за доллары, а выходить широким спектром через альту. То есть, вы продаете биткоин и на этот биткоин покупаете альту. И вот как раз это я и говорил, что это единственный рынок, который продается не только за доллары, а еще за другой актив. И из-за того, что вы широким таким, как сказать, широкой бомбардировкой, вот вы выходите из своего биткоина, но не продаете за UST, а продаете за Solano, за ETH, чуть-чуть за DOT, чуть-чуть за биткоин кэш, чуть-чуть за всего покупаете, то это сильно рынок не рушит. Поэтому, скорее всего, это тоже очень важный фактор того, что альткоины сильно стрелять начинают после того, как биткоин вырос. И поэтому, возвращаясь к вопросу, как определить, что будет дальше. А дальше после того, смотри, капитал ушел в альту, альта выросла, да? Ну, допустим, биток упал, выросла альта. Что дальше после этого? Ну, начнем с того, что биткоин не обязательно должен упасть. То есть, опять же, вернемся к примеру, февраль, ну, начало 2021 года. У нас, когда начало очень сильно стрелять альта, у нас биткоин не упал. Он продолжил расти, но у нас интерес падал к нему. То есть, вот, скорее всего, вот здесь уже на новостях, то есть, да, опять же, наверное, нужно упомянуть, что у нас обычно вот эти циклы всех роста биткоина, они связаны с какими-то очень позитивными, фундаментально важными вещами. То есть, вот этот весь рост у нас был на том, что у нас Coinbase выходил на IPO. И это достаточно важное событие, потому что до этого крипта, она была как бы underground. Она была неким таким подпольным рынком немного. И когда разрешили IPO провести на Coinbase, это значит, что США начали смотреться на это с другой точки зрения. То есть, это пошло обеление крипты. Это новый такой виток. Вот, соответственно, на этом всем, скорее всего, здесь уже залетала толпа. То есть, здесь уже интереса как такового крупных денег не было, залетала толпа. Но на этой толпе мы продолжили рост, но основные деньги перетекали в альту, и она основные давала бенефиты. И когда уже... Ну, то есть, это вот что касается перетекания биткоин в альткоины. То есть, нужно еще упомянуть, что есть еще глобальные циклы конкретно биткоина, роста и даунтрендов, в рамках которого мы все все равно двигаемся. То есть, не нужно думать, что, ну, как бы крипта всегда растет. Мы просто об этом не говорили, но тоже есть свои циклы. Вот эта вот твоя фраза, мне она очень понравилась. Альта начинает расти тогда, когда инвесторы не видят потенциала у биткоина. И мне кажется, она вот... Хорошая фраза, она объясняет тем, что не обязательно должно быть какое-то падение. В принципе, просто биток может очень дорого стоить, либо находиться во флете, да, и не расти. И этого уже достаточно. Да, да, то есть, этого достаточно. То есть, как раз основной рост у нас был, когда биткоин чуть-чуть вырос и начал уже такое затухание рисовать, да, и тогда у нас началось. То есть, кому интересно, вы можете еще посмотреть 2017 год, там было чуть по-другому. То есть, там уже... Давай чуть-чуть расскажу. Тоже интересный момент, как раз касаясь тому, падает ли биткоин или нет, как происходит. Вот в 2017 году было чуть по-другому. То есть, биткоин у нас сильно вырос тоже. Он дал иксы. Там тоже была фундаментальная важная новость. Тогда запускали фьючерсы на SME. То есть, тоже очень важное событие было. И на это все новости биткоин сильно вырос. И он тоже, когда вырос икс, там... Ну, он был более легкий. Он вырос, по-моему, не в 4 раза, а в x10, если не ошибаюсь. Но, может, я поправить в комментариях. И в момент, тоже в ноябре, как раз, когда он стал уже достаточно дорогим, инвесторы тоже начали перекладываться, начинать в альту. Но в декабре у нас, если здесь мы стояли в боковике, то тогда у нас биткоин очень сильно начал падать. Но при этом альткоины чуть-чуть скорректировались и пошли на свои all-time high дальше. То есть, вот этого перетекания капитала было достаточно, чтобы перекрыть панику инвесторов, которые просто толпы, которые выбегала из тех активов. Поэтому биткоин может по-разному себя вести, но нужно понимать, что капиталы все равно будут перетекать из биткоина в альткоин. Это вопрос времени и вопрос того, что происходит на рынке. Насколько большая паника? И хватит этого капитала, чтобы толкнуть альткоин вверх? Или не хватит? То есть, самое главное понять механику вот эту. Ну, я примерно понял. Я примерно тебя понял. Ну, все равно, конечно, очень сложно в этом плане. Ну, как, не очень сложно в том плане, что найти вот место, когда биткоин, например, выстрелил, и сейчас потихонечку все заходят, например, в альту. Вот, найти вот этот вот перекос, вот эту вот точку, и тогда уже залетать. Вся проблема в этом, насколько я понимаю. Так они очень сложны-то на самом деле. То есть, вообще, на самом деле, как вот это определить, нужно делать отдельное видео. Понятно дело, там достаточно обширная тема. Но в целом, если вы видите, что у нас растущий тренд в рамках вот цикла, который мы сейчас находимся, то есть, у нас есть несколько лет роста, несколько лет даунтренда, если мы находимся в росте, и биткоин сильно вырос, можете в какой-то момент перекладывать просто, брать свой оппозиционный портфель, перекладывать сюда без плечей на споте в альткоины, выбирать только фундаментально крутые проекты. Это обязательный атрибут для того, чтобы альта сильно выросла, потому что не вся альта будет стрелять. Ну, то есть, скорее всего, много будет расти, но я понимаю, вот, говоря про альту, мы имеем в виду вот эти вот 50, собственно говоря, монеток, которые включены в этот индекс. Ну, не только они будут расти, то есть, обычно сначала у нас начинают расти самые топовые, да, монеты, а потом уже к концу цикла еще начинают там стрелять какой-то третий эшелон, там тот же Доги, если вы посмотрите, что у нас было вот в марте-апреле, он там просто стоял, а потом X, сколько я уж не помню, я забрал, по-моему, 7 X, а он стрелял на 12, если не ошибаюсь. То есть, они вот такие вот шитки, они просто будут стоять, а потом в какой-то момент просто выстрел в космос, будут пробивать монитор. То есть, такая интересная особенность. Но я все равно считаю, что если вы не выигрывали LTE по теханализу, то всегда стоит выбирать, на самом деле, лучше по фундаменталу эти монеты и действовать в рамках цикла, чем вот пытаться искать вот такие монеты, которые быстро очень дадут вам X. Что сейчас? Сейчас мы в какой фазе находимся? Сейчас, я считаю, находимся в переломном моменте. То есть, скорее всего, по моим прикидкам, то есть, ну, понятное дело, что прогнозировать дело неблагодарное, но я рассчитываю на то, что, скорее всего, у нас будет движение, как это дальше происходить. Мы сейчас пойдем, чуть пробьем all-time high, потому что, ну, то есть, продаж тут особо никаких нет, да, скорее всего, мы его будем пробивать. И где-то уже к ноябрю начнется перетекание уже активов, прям уже активные вольткоины. Ты можешь еще раз вернуть индекс? Показать его. Да. Мы сейчас где-то посерединке, получается. Да, мы находимся посерединке, но как бы что стоит отметить? Обычно всегда, когда мы доходим до низу, да, то есть мы видим, что мы до низа доходили, то есть вот летом мы были прям внизу, когда у нас альта прям совсем сильно просела, то мы доходим уже до верха. То есть, опять же, если чуть углубляться, то у нас есть некие переходные фазы рынка, когда мы не доходим прям до совсем, да, красной зоны, до хаев, когда у нас все альты почти стреляют. Но если мы говорим про bullrun, самые сильные выстрелы биткоина, когда у нас были, мы всегда доходили до самого этого верха. И я предполагаю, что, скорее всего, мы также здесь дойдем, потому что биткоин у нас действительно находится прям в bullrun, диком. То есть, ну, если посмотреть на график биткоина, там продаж вообще нет, там просто его запихивают очень высоко. Там только покупки. Поэтому я ожидаю, да, что мы придем опять в какую-то красную зону. То есть, получается, если следовать твоей логике, выходит, что еще альтсезона еще не возник, да? Не было еще. Да, ну, конечно. Вот если мы смотрим, у нас эфир, давай, знаешь, как сделаем? Ну, на хаях эфир. Ладно, давай, хорошо, давай, что мы с тобой посмотрим? Давай BNB посмотрим тогда. Ну, эфир, ну, просто он хоть на хаях, но там, ладно, там, да, там более глубоко на график конкретно. Ты можешь, ну, если мы лайткоин попробовать там, по-моему, ситуация еще. Ну, кстати, да. Да, вот если мы смотрим, то в большинстве, то есть, если мы будем смотреть локальную ситуацию, не брать глобально, да, а локальную, вот то, что у нас происходило с лета, то мы увидим, что у нас примерно вот такая ситуация будет везде. То есть, у нас идет раскорреляция очень сильно между биткоином и другими альткоинами. То есть, то, о чем мы как раз говорили, о том, что биткоин у нас начинает стоить дорого относительно альткоинов. И альткоины становятся, ну, как бы, более привлекательны для инвесторов, для их капиталов. И, в общем, смысл в том, что биткоин у нас сейчас дико растет, но альткоины, они у нас находятся в неком накоплении. И, ну, я думаю, что те из вас, кто сейчас находится в альткоинах, они примерно понимают, у них может быть такое чувство, что, что я здесь вообще сижу, если биткоин растет, а альткоины нет. Как раз... У меня такая штука есть. Ну, вот, поэтому, поэтому вот так оно и работает. И, естественно, весь смысл накопления это в том, чтобы как можно меньше глупых денег в этом накоплении было и как можно больше разаккумулировалось денег крупного капитала. То есть, это механика в целом почти всех накоплений так происходит. Глобальных, по крайней мере. То есть, по сути, если резюмировать, получается, что сейчас, вот если мы про текущую ситуацию поговорим еще раз, у нас все равно альта еще находится в состоянии, получается, перепроданности я бы не сказал, но состояние накоплений, да? Ты это имеешь в виду? Да, у нас альта находится в накоплении. Сколько же она тогда будет стоить? Это же просто, мама дорогая, если сейчас она, в принципе, находится в состоянии накопления. Да, я вот как раз в одном из видео своих говорил про то, что жду эфир куда-нибудь, ну, в районе x2-x4 и как-то заикнулся о том, что возможно в этом цикле мы увидим то, что у нас эфир по капитализации обгонит биткоин и меня там захейтили, потому что насколько там типа 3 триллиона будет эфир стоить в капитализации, Но проблема в том, что, ну, это проблема всех пузырей, ну, вернее, не проблема, а механика. То есть, пузыри, в этом их смысл, что они не стоят адекватных денег, они всегда, их капитализация разогнана очень сильно, потому что продавать никто не хочет, все только покупают. Естественно, капитализация разгоняется очень сильно, поэтому предсказывать, сколько они будут стоить, логикой лучше не стоит, потому что они могут стоить сколько угодно, вообще сколько угодно. Интересно будет понаблюдать, что это было. И, да, возвращаясь, я думаю, что сейчас даже вот ты, мне кажется, сделал последний обзор по альтам, ты говорил о том, что при том, что альта в накоплении, но она не смотрится по медвежьей, она смотрится по бычьей, то есть накопление достаточно бычьей, там и лайни нажимаются, и видно, что не нравится, и так далее. Это как бы и к битку тоже относится, там тоже, несмотря на хайи, там все выглядит реально по бычьей, прям штурмуют хайи, прям штурмуют. Хотя, по идее, чисто даже технически, вот прямо сейчас должна быть коррекция, но ее все нет и нет, объемы при этом растут, и прям люди выкупают прям по хаям, то есть я такого на фондовом рынке, я такого даже не могу вспомнить, когда было. Ну вот, давай как раз сравним наше вот это движение последнее и движение 21 года начала. То же самое, 1-2-1, то же самое. Потом, когда мы вырастаем, x2 дают небольшую коррекцию, да, и мы дальше улетаем, и вот и дальше улетаем, 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 практически нет коррекции, там просто на x и дальше. То есть с 20 мы улетаем еще на x2 до 40, и только потом дают коррекцию. Ну то есть это просто механика, так ходит инструмент, и это нормально. И вот я, кстати, еще хотел с тобой обсудить такой интересный момент. Если мы предполагаем по объемам, да, вот в этом месте очень сильно крупно закупались. То есть я думаю, что ты согласишься, да, у нас есть и хвосты, и объемы повышенные прям в накоплении, то есть, ну прям классика. Но при этом выхода объема не было. Да. То есть тут как бы продаж нету. То есть, ну, нелогично того, что мы сейчас развернемся и какой-то вот такой вот свечой, да, или там движением пойдем просто вниз. Ну, типа зачем? Какой смысл в этом? Как это должно работать? То есть, ну, как это в бинанс? Это то, о чем я говорю, что это странно, что даже несмотря на хаи не происходит никаких фиксаций. Хотя, говорю, тридцатки, понятное дело, заходил капитал, он еще и раньше заходил, Кирилл. Раньше это где-то, Мишина? Я имею в виду еще вот с десятки, когда все это началось рушиться. Я не вижу, чтобы тут капитал где-то выходил, разве только вот с февраля по май что-то там. А, подожди, с десятки? Не очень понял про что-то. Ну, еще гораздо раньше, еще в прошлом году, я имею в виду. А, в прошлом году. когда все упало, то понятно, что там набираются, да, люди. Ну, это да, это понятное дело. Просто, я к чему говорю, у меня просто это в голове не укладывается, потому что у нас объемы потихонечку начинают вырастать, и это все движение, оно более характерно для того, чтобы перед, как бы сказать, движение напоминает формирование только начинающегося тренда, как будто бы вот только-только будет формироваться бычий импульс. И это очень странно, учитывая то, что инструмент уже находится на хаях. Вот в чем дело. И у меня это в голове не укладывается, потому что мне хочется сказать, что, ребята, мы сейчас имеем зарождение нового бычьего тренда, а следовательно, значит, я буду предполагать, что мы дойдем до сотки как минимум. С одной стороны. А с другой стороны, я это сказать не могу, потому что мы находимся на исторических максимумах. И, понятное дело, коррекция должна быть. У меня просто это в голове не укладывается. Вот в чем дело. Слишком долго торговал фондой, я так понимаю. В пузырях нет опыта торговли. В пузырях точно нет. Я, не, я тебя понимаю. Как бы, конечно, сложно сказать, да, ребятам, заходите по хая, сейчас мы полетим на сотку. То есть, загонять, а если все обрушится, то тут как бы падать нам и падать, да, понятное дело, что тут загонять. Ну и опять же, да, вот давайте подумаем, смотри, мы сейчас находимся в 62 тысячи. И у нас перспективы, ну, я бы сказал, наверное, 80-100, потому что все-таки он тяжелый стал. То есть, я вот так скажу консервативно, 80-100. И у нас потенциал апсайта, ну, x1,5, ну, x2 максимум. И что это значит? Это значит, что мы примерно, там, на свой капитал заработаем 150. Но если все начнет падать, мы упадем на 90%. То есть, грубо говоря, шанс, если у нас 50 на 50, то мы либо потеряем свой капитал, либо его нарастим, там, в два раза. И выглядит как не очень, как бы, выгодная сделка. Но если мы посмотрим по альтам, то там гораздо все интереснее. То есть, мы можем предполагать иксы, то есть, x4, x5, да, если мы выбираем правильные проекты. А шанс потерять 100%, 1 к 5 у нас риск к профиту. То есть, если вы правильно используете свой money management, да, то это всегда хорошая сделка, это всегда нужно делать. Я думаю, что капиталы, они также размышляют в целом. График доминации биткоина, это какой процент капитала, капитализации занимает именно биткоин сейчас. И как раз по нему тоже можно смотреть, когда перетекает. ими еще, да. Да, в общем рынке криптовалют. И по нему тоже можно отслеживать перетекание капиталов. И давайте просто посмотрим, да, что у нас вообще было. То есть, у нас также начало лета, здесь такой гэп, просто это отображается, потому что там 17 год, понятное дело. То есть, там тоже такое падение было. И лет мы проводим в боковике и начинается у нас рост. И если вы начнете вот так потщательнее все это изучать, смотреть, сравнивать по движениям, у вас будет практически один в один. Если вы откроете график эфира 17 года и график 2021, у вас движение, наложите даже бары, у вас практически будут совпадать моментумы движений. И биткоин тоже самое. Это просто, ну, это нереально. Я не знаю, как это вообще оценивать. То есть, понятное дело, что никакой диагноз усадь вам не висует никакие графики, понятное дело. В конспирологии только не удаваться. Вот, поэтому такое задание домашнее интересное. Посмотрите. Поэтому я думаю, что мы приходим примерно к тому же самому циклу. И так как у нас сальт сезон примерно длится три месяца, то мы опять приходим к тому, что у нас начнут сейчас перетекать к началу ноября, к середине капиталы вольткоины и уже к декабрю, там, к январю опять падение. Сколько есть вообще связь? Ты не проверял, не тестировал эту тему? Связь вот именно времени с ростом и с вот этими циклами? Большая связь, если мы говорим в рамках глобальных циклов. Проблема в том, что у нас не очень большая история. То есть, в четырнадцатом году у нас, да, есть, у нас есть цикл четырнадцатого года, есть цикл семнадцатого года и есть цикл адекватно более-менее с сальт сезонами сравнивать только семнадцатый год с двадцать первым. Потому что в четырнадцатом году там пару шутков только было и у них там общая капитализация была там от рынка пять процентов. То есть, понятное дело, что там ни прикинуть сезон и говорить нет смысла, потому что никакие капиталы там перетекать не могут, потому что это не имеет смысла просто. И если смотреть прям по биткоину, то даже в четырнадцатом году можно прям в рамках конкретных месяцев посмотреть, что они прям повторяются. А между семнадцатым годом и двадцать первым годом, если вы посмотрите, даже внутри альт сезонов будет прям повторяться. То есть, у нас будет коррекция. Начало лета, да, коррекция. Потом мы начинаем вырастать до октября, до октября, ноября растет именно в основном биткоин, альткоины стоят. Потом начинается перетекание и так далее. То есть, ну, посмотрите, это действительно ну, невероятно. И при этом, при всем, я просто смотрю, еще многие люди говорят, что у нас не будет альт сезона, просто потому, что все ждут альт сезона. Но на самом деле это только кажется, это люди вот, которые находятся в рынке постоянно. Им кажется, потому что мы в таком информационном пузыре находимся, если особенно вы слушаете каких-то профессиональных аналитиков, которые действительно считают, что там будет альт сезон, и вам кажется, что все ждут альт сезона. Но это абсолютно не так. И бумажная прибыль будет у многих, но зафиксироваться далеко не все смогут. Нам осталось только пригласить подписчиков к тебе на канал, сказать, что у Кирилла есть. А, супер. Да, ребят, смотрите, у меня есть свой канал, он еще достаточно небольшой, но там уже очень много интересной информации, поэтому я думаю, что ссылку мы тоже оставим в описании, кому интересно, кого заинтересовало, или кто планирует инвестировать в крипту, или уже инвестирует, а я буду рад всех вас видеть на своем канале. Вот. Welcome, welcome, как говорится. Если я деньги на криптовалюте потеряю, это будет твоя вина, Кирилл. Придется переезжать, да, из России. Всем удачи, счастливо заработать. Счастливо.